Чингис Абдулаев. Один раз в миллениум. Читает Терехов Антон. Глава первая. Дронго лежал на диване, наслаждаясь новым изданием Борхеса. Парадоксальность мышления великого писателя всегда приводила его в восторг. Телефонный звонок заставил невольно поморщиться. Он посмотрел на аппарат, послушал, как включился автоответчик. Раздался знакомый голос Владимира Владимировича. Если ты дома, возьми трубку. Мне надоело слышать твой голос на автоответчике. Что случилось? – спросил Дронго, подняв трубку. Тебя хочет видеть один человек. Мне кажется, тебе будет интересно с ним встретиться. Опять? – поморщился Дронго. – Опять кто-нибудь из ваших бывших коллег? Вы ведь знаете, как я не люблю работать с офицерами ваших спецслужб. С годами идет очевидный регресс. Разве вы этого не замечаете? После того, как закончилась холодная война, лучшие офицеры на Западе ушли в бизнес. А многие из наших стали консультантами криминальных группировок. Может, поэтому остались лишь неудачники? Своё компетентное мнение насчёт спецслужб лучше выскажешь мне при личной встрече, – парировал Владимир Владимирович. На этот раз могу тебя успокоить. Речь идет об одном бизнесмене, который хочет с тобой увидеться. Какой бизнесмен? Вы стали заниматься коммерсантами? – удивился Дронго. Или он работает на секретном предприятии? Хотя какие секретные предприятия могли остаться в стране? Кто он такой? Интересный человек. Очень интересный. Мне кажется, он тебе понравится. Вы с ним чем-то похожи. Только ты стал ценником, а он сохранил оптимизм. Поздравляю. Пробормотал Дронго. Кстати, почему вы решили, что я ценник? Это я пошутил. В общем, я пришлю тебе этого человека. Прямо сейчас. Ты с ним поговори и поймёшь, что я был прав. Он тебе понравится. Хорошо, – согласился Дронго. Присылайте ко мне вашего бизнесмена. Только с такими типами я ещё не имел дел. Все нынешние бизнесмены – либо государственные воры, которые успели присосаться к государственному имуществу и урвать свою долю, либо просто воры, которые смогли обмануть своих компаньонов и коллег по бизнесу. Или вы знаете другую категорию бизнесменов? Он из другой категории. Иногда бывают исключения, – загадочно сказал Владимир Владимирович. Ты с ним поговори, а потом спрошу твоё мнение. Уверяю, как минимум не разочаруешься. Дронго положил трубку и вернулся на диван читать Борхеса. Через час ему позвонили. Он поднял трубку и услышал незнакомый голос. Здравствуйте! Раздался уверенный звонкий голос незнакомца. Извините, что беспокою вас дома, но мне сказали, что у вас нет своего офиса. К счастью, нет, – добродушно пробормотал Дронго. Иначе мне пришлось бы принимать людей на работе, имитируя бурную рабочую деятельность. Я хотел бы с вами встретиться. Он был в комплексах собственную охрану, хотя бы отчасти гарантирующую их жильцам защиту от непрошенных визитёров. Неизвестный появился примерно через полчаса. Когда он позвонил в дверь, Дронго, взглянув на экран монитора, увидел гостя. Это был мужчина чуть выше среднего роста, с живыми глазами, подвижным лицом, облысевший, с крупным мясистым носом и большими ушами. Гость дважды нервно поправил узел галстука, пока Дронго не спеша разглядывал его. Дронго обратил внимание на его длинные и красивые пальцы. В правой руке пришелец держал целлофановый пакет. Дронго остался довольным виденным и, поднявшись, пошёл к двери, чтобы впустить гостя. «Здравствуйте!» – произнёс неизвестный, входя в квартиру. От него пахло дорогим парфюмом и сигарами. Сладковатый запах сигар. Дронго почувствовал его, как только открыл дверь. «Добрый вечер!» – Дронго кивнул гостю. Он никогда не протягивал руку незнакомцам. Гость снял пальто. «Довольно дорогое пальто», – отметил Дронго. «Кажется, итальянское, из хорошего тёмно-синего кашемира». Гость был одет в дорогой костюм. Дронго неплохо разбирался в подобных марках одежды. Это был, конечно, не Бриони и не Валентина, но одежда была очень хорошего качества. «Наверняка Балансиага», – подумал Дронго. «Они любят использовать кашемир. А этому типу, кажется, нравятся подобные костюмы. А вот галстук у него наверняка от Диора. Его невозможно спутать ни с чем». «Эдуард Леонидович», – представился вошедший. «Моя фамилия?» – Холупович. «Очень приятно», – пробормотал Дронго. «Проходите в гостиную и сразу скажите, что будете пить. Кофе, чай, спиртные напитки?» «Я знаю, что вы живете один, и поэтому не хочу вас утомлять. Кстати, я пришел не с пустыми руками». Он показал на пакет, в котором угадывались очертания бутылок. Ловким движением он достал из пакета две бутылки французского коньяка. Не обязательно любить коньяк, чтобы разбираться в его дорогих сортах. Дронго коньяк не пил, но понимал в нем толк. «Хорошо, что я не должностное лицо», – пробормотал он. «Иначе спустил бы вас с лестницы. Но раз вы принесли коньяк, можете пройти в гостиную и открыть бутылку. Я принесу шоколад». «Надеюсь, вы не закусываете коньяк солеными огурцами?» «Нет», – хохотнул Холупович. Они явно понравились друг другу. В гостиной гость, открыв бутылку, разлил янтарную жидкость два пузатых бокала. Дронго сел в свое любимое кресло. Гость устроился на диване. Коньяк оказался превосходным. Дронго оценил его аромат. «Итак», – сказал он, – «давайте начнем разговор. Как вам обращаться? Господин Холупович? Или по имени-отчеству? Или вам больше нравится старорежимный товарищ?» «Можно просто, Эдик. Мне сорок четыре, хотя в этом году будет уже сорок пять. И мне кажется, вы старше меня». «Между прочим, я младше вас на несколько лет», – улыбнулся Дронго. «Мне всегда нравилось удивительное свойство лысых людей. В молодости выглядишь гораздо старше, а в зрелые годы гораздо моложе. Не так видна седина, как у людей, имеющих шевелюру. Но, учитывая, что мы похожи друг на друга, я надеюсь, что выгляжу не старше». «Вы просто мощнее», – нашелся Холупович. «И поэтому подсознательно кажетесь мне несколько старше своих лет. Возможно, на меня оказывает психологическое воздействие ваша слава». «Вы еще и подхалим», – улыбнулся Дронго. «Сколько вас недостатков». «Интересно, кто вы по гороскопу?» «Подождите, я постараюсь угадать». «Вызывающий нарядный галстук, дорогой коньяк, который вы принесли в дом незнакомого человека. Полное отсутствие комплексов». «С другой стороны, вы, очевидно, добились больших успехов в своей нынешней работе. Судя по вашему преуспевающему виду». «Но такая работа у вас была не всегда». «На левой руке я заметил старый шрам, разрезающий ладонь. Либо дрались, либо производственная травма. Скорее, второе. По натуре вы сангвиник, не холерик, и не стали бы безрассудно бросаться в драку. В то же время вы очень настойчивы и упрямы в своих стремлениях. Очевидно, чисто любивы, если решили прийти именно ко мне, считая меня достойным вашего внимания экспертом. «Вы овен по гороскопу?» «Или телец?» «Хотя нет. Тельцы более упрямы». «Овен!» Рассмеялся Холупович. «Мы с вами родились под одним знаком гороскопа». «Очень приятно», – усмехнулся Дронго. «Вы еще и готовились к нашей встрече. Мне приятно это слышать. Давайте перейдем к делу. Почему вы хотели со мной встретиться?» «Меня привезли к вам весьма необычные обстоятельства», – Холупович улыбнулся. «Начал совсем как в романе. Туманно и загадочно. Никогда не думал, что такое может случиться со мной». Дронго смотрел на него, не перебивая. Холупович слегка волновался, и ему нужно было дать возможность немного успокоиться. «Дело в том…» – Холупович вздохнул. «Извините меня, но я должен быть уверен, что все сказанное мною останется здесь. Вы хотите меня оскорбить? Нет, конечно. Извините, если я вас обидел. Я только хотел…» «Дорогой Эдик Холупович, если меня перевернуть и вытряхнуть все тайны, которые я знаю, думаю, что их можно собрать в многотомное собрание сочинений. Поэтому не беспокойтесь и спокойно излагайте мне ваши проблемы». «Да-да, конечно, извините меня». Он смущенно улыбнулся, взглянув на бутылку коньяка и продолжил.